Сегодня в дагестанской сетевой компании состоялась пресс-конференция, в ходе которой управляющий директор акционерного общества Гимбат Гимбатов и советник генерального директора МРСК Северного Кавказа Александр Ивченко рассказали о реализации программы автоматизации приборов учета, призванных обеспечить максимально точный учет и анализ электроэнергии. В первую очередь управляющий директор компании Гимбат Гимбатов напомнил присутствующим о целях реализации данной программы в республике. Он рассказал, что возможность дистанционного считывания данных с каждого прибора учета позволяет достоверно формировать полезный отпуск электроэнергии и реально оценивать ситуацию с потерями. Потребители будут знать, какого у них потребления, не будут возникать споры между сетевыми и сбытовыми потребителями. Точный учет, контроль и управление. Реализация программы была начата еще в 2012 году и должна быть завершена к концу сентября 2016 года. Запланирована установка более 400 тысяч приборов учета, что составляет порядка 70 процентов потребителей республики. Причем установка приборов учета производится за счет средств государства. Данная программа доказала свою эффективность в соседних республиках, таких как Чечня и Ингушетия. Уже наблюдаются положительные результаты и по республике. Первое, это ежемесячный автоматизированный опрос потребителей. Второе, высвобождение работников в районах и городских электрических сетей от обхода потребителей, что позволит привлекать этих специалистов к работе по улучшению качества обслуживания потребителей. Кроме того, автоматизация приборов учета позволит потребителю избежать необходимости стоять в очередях, самостоятельно снимать и предоставлять по месту показания с приборов. Одним же из главных преимуществ программы является постоянный контроль и эффективное выявление случаев хищения и других правонарушений. Таким образом, программа автоматизации выгодна всем честным потребителям. В убытке же окажутся только те, кто привык фальсифицировать показатели счетчиков. В последнем, в свою очередь, будут приняты соответствующие меры. Курбан Рагимов, Фатим Абуталибова, Гелач Курбан Алиев, Новости 24, Махачкал.